доброго времени суток моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем доброго времени суток посмотрите какое небо шикарное только взывай только взывай к богу и к сожалению да у нас никогда не было такого безлюдного пляжа но к сожалению все уехали очень мало людей осталось все покинуто часть разворована разграблено но об этом после войны посмотрите какая красота бог он поругаем не бывает он все равно свои богатства вот везде нам оставляет посмотрите на эту красоту она не может не утешать на не может не завораживать я радуюсь я радуюсь а бесы трепещут потому что ну зачем им нужна радость божьего человека творение а я радуюсь вот смотрю на это и радуюсь хоть я не вижу людей которые там пробежки как раньше вам показывала делали тут огромное количество людей занимались душами нет этого конечно же нет но кто людей радость забирает тут все равно за все отвечает так устроена жизнь вы знаете а у терпеливого человека много разума а раздражительный выказывает глибость ведь притчах так написано глава 14 так написано поэтому мы верные богу проникаемся мудростью божию и все у нас будет хорошо потому что праведность возвышает народ а беззаконие это бесчестие народа беззаконие это бесчестие народов так написано в притчах я как раз сейчас изучаю главу 14 это стих 34 в главе 14 притчи вы знаете вообще многое что открывает слово божие она тебя пропитывает и укрепляет а бесовские силы они трепещут они не могут находиться рядом с человеком который укрепляется словом божиим потому что у человека который укреплен словом божиим у него есть ограда ограда его господь это нужно обязательно знать все обязательно так что дорогие мои все будет хорошо людей которых есть терпение и мы продолжаем быть верными богу но как как вот как вы верный бог чем вы определяетесь вера раз и дальше вера без дел мертва вера подкрепляем делами и кирпичик за кирпичиком мы выкладываем себе место в район после зимы наступает весна после весны лето после лето осень все меняется и тут изменится библии четко так написано но самое важное что на нас мог рассчитывать господь я себе задаю вопрос может ли он рассчитывать на меня вы знаете глава двенадцатая от луки это в той части библии где новый завет стишок 42 там написано господь же сказал кто верный и благоразумный домоправитель которого господин поставил над слугами своими раздавать им свое время меру хлеба кто кто верный и благоразумный домоправитель вот нужно быть верным и благоразумным благоразумным мы часто славим бога за его верность да он нам верен он верит верен мы благодарны ему за то что всегда можем рассчитывать на него я благодарна ему абсолютно за все потому что я сейчас живу только благодаря богу и всегда живу благодаря богу но сейчас особо посмотрите какая красота я благодарю за каждого ангелочка я благодарю за каждое дыхание я благодарю и молюсь сейчас как нельзя раньше возможно это то самое время но мы очень редко задумываемся над тем фактом что бог в свою очередь нуждается в нашей верности и вот это так богу нужны люди на которых он может рассчитывать ему нужны верные и мудрые слуги вы же посмотрите сколько нечисти вокруг вы посмотрите мы я никогда не думала что у нас столько много раньше ну жили смотрели все но мы не думали что может вот так все повернуться и я понимала когда я видела сон когда поток я вам рассказывала поток поток серый поток людей идет и со скалы вниз просто льется и только некоторые лучики оттуда знаете как светлячки раз 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 выходят я теперь понимаю вот эти вот светлячки из этого потока грязи это верные богу люди только они спасутся их мам поэтому если кто-то думает что ой в раю столько людей нет там места много но душ там не так много как выходит ведь вы посмотрите чем вы питаете себя люди не питают себя библию словом божьим торы кораном я не знаю священными писаниями своим богом не питают себя люди люди питают себя мерзостью новостной шоу политическим и всеми этими лживыми лживыми языками которые довели до кровопролития так вот дорогие мои которые придумали себе какую-то гнусную идею заставили верить миллионы людей и устроили невероятнейшую мерзость пред бога я вам хочу сказать я задаю себе вопрос может ли бог рассчитывать на меня я отвечаю да да потому что от луки 12 кто верный благоразумный домоправитель которого господин поставил над слугами своими раздавать и свое время меру хлеба и нужны богу люди нужны видите сатана их на раз два три находит посмотрите как находит сатана через зависимости алкогольные наркотические другие зависимости через финансовые зависимости и так далее и так далее через чревоугодие ой есть будет нечего ой то все пятое десятое то есть находит он себе служителей сатана но все эти служителя все которые так или иначе причастны они все попадут страшнейшее место и мне их жаль потому что жизнь на земле раз два и все и завтра тебя нет а вечность она и есть вечность и вот в вечность попадут только те которые не служители сатана а служители божьи созидатели которые сеяли любовь именно они попадут сеятели любви не 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 сеятели войны нет сеятели любви именно они не те кто запугивает нет я не нужна там или еще кто то я какой из меня служите вы знаете с самого момента сотворения мира когда бог дал человеку господство над землей он нуждался в людях с которыми он мог бы работать вместе помните адам ева он нуждался не нуждался он бы их не создавал для чего чтобы исполнить здесь свою волю это видно на протяжении всей библии когда народ израильский находился в египетском рабстве и он хотел вывести то для того чтобы сделать это он обратился к человеку к моисею на моисея лежала ответственность за то чтобы простереть свою руку на той земле и потребовать исполнение воли почему он избрал моисея потому что он нуждался в верном человеке который осмелился бы поступить по его слову богу был нужен кто-то на кого он мог бы рассчитывать и он знал что моисей был именно таким правозглашайте хвалу богу и промолитесь промолитесь станет станьте служителем а потом веру свою подкрепляйте делами дела какие вы сделали кого вы благословили и словесно и душевно и духовно и физически материально и в разных направлениях в разных потому что написано в библии вера без дел мертва это однозначно псалме 102 стих 7 говорится он показал пути свои моисеи бог показал сынам израилевым дела свои если бы моисей не был верен в познание путей божий израильский народ никогда не видит дел божий никогда не стал процветающего страну нет но вы знаете бог увидел верность верность в моисеи вот во всем нужно быть верным поэтому сейчас еще больше усиливаем молитвы еще больше бог нуждается вас точно так же как он нуждался в моисею в каждом из вас кто меня сейчас слышит он наш до нуждается где бы вы ни находились в какой точке мира пусть вокруг вас даже самые злые но вы являетесь тем служителем просто помните что поток целый поток мерзкий грязный поток грязный локоть в крови весь этот поток он идет при исполнении и все с ними которые так или иначе участники и молчаливые немолчаливые всякие все они потоком идут но отвечать будет каждый отдельно отдельно а вот светлячки светлячки это вот те кто меня сейчас слышит я уверена что вы избраны потому что потому что потому что просто вы вот сейчас вам захотелось услышать духовное вам не захотелось влезть в какое-то там непонятное политическое шоу и там вот острить языком затачивать ножи на убийство политических шоу это я называю заточка ножей на убийство людей вот что такое для меня политика заточка ножей на убийство людей каждый возьмет и получит свое но до этого ему нужно дойти и он дойдет рано или поздно рано или поздно ответ будет что то есть жизнь на земле и не удастся не кому избежать ни единому человеку не предстать пред всевышним как бы вы себя не называли атеисты моралисты и шизысты кого только и как только но вы все представьте каждый каждый из вас спросит и вот так вот и бог нуждается вас в каждом кто его сейчас слышит в каждом чтобы вы были только верными верными и внимательными в духовным вещам он нуждается в том чтобы вы были верны в познании его слова потому что ну у кого нет слова божьего а как можно говорить что я верный богу откуда вы знаете в чем он просит чтобы вы были верны а вот вы открываете и читаете господь же сказал кто верный и благоразумный домоправитель которого господин поставил над слугами своими раздавать им свое время меру хлеба кто вы знаете есть ангелочки которые дают меру хлеба мера хлеба тем нуждающимся которые и рядом со мной находится а есть ангелочки которые дают такую мера хлеба это называется делатели они веру подкрепляют делами самое в то же самое время я каждый день себя спрашиваю а как я подкрепила делом сегодня каждый день так надо иначе не получится в этом мы верны и это есть то о чем просит нас слово божие верны в познании его слова послушны этому слову бог нуждается в том чтобы мы были таким слугой который простер бы свою руку подобно моисею чтобы он мог творить чудеса и знамение предлительных будете ли вы верны это уже ваше решение я да никто не может принять это решение за вас никто вот прямо сейчас примите обязательства быть этим мудрым верным добрым слугой который будет нести в мир любовь просто откажите впускать в свой мозг откажитесь эти политические новостные каналы просто отключите их себе нажмите на кнопку стоп раз и навсегда или кто вам щекотит нервы через эти каналы новостные или люди которые в телефонном режиме вам звонят и говорят там звонят и говорят а вот ты знаешь что вот там 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 то 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 нажмите на кнопку стоп выключите этих людей вот например я нытиков я людей которые нанесли весь негатив мою жизнь я их давно отключила выключила просто выключила их из жизни потому что они затачивали ножи они затачивали ножи они затачивали в фейсбуках в инстаграмах в других граммах в 100 граммах они затачивали ножи и вот эти ножи вонзаются очень часто в безвинные души потоки душ ну понятно что безвинные они все идут понятно а вот те кто затачивали потоки чильщики которые продолжают точить эти ножи я вам говорю пока не поздно покайтесь нажмите на стоп на стоп кнопку отключите отключите это все это все мерзость находите для себя каналы например через youtube находите каналы приятные сердце вашему которые несут добро которые несут любовь которые вас просто просто понуждают на то чтобы вы прославляли Бога радовались каждому дню вдыхали радость жизни каждый день делились этой радостью с соседями с любимыми с родными близкими и не близкими с нуждающимися с божьими людьми делились вокруг и распространяли вот это они затачивали ножи вы посмотрите сколько людей которые смотрели там военные фильмы и так далее и так далее себя вот озлобляли они себя кормили 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 страшными вещами и вот у них всплеск а если бы они кормили себя любовью разве был 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 бы этот ужас и кошмар нет нет была бы любовь и все бы делились этой любовью радовались были бы улыбки шутки радостные программы была бы жизнь созидательная а не раз не на разрушение но так уж случилось что люди любят щекотать свою душу разрывая свое сердце уничтожая свою душу ну и итог один а я говорю может ли бог рассчитывать на вас отключились вы от этой нечисти или нет вот поэтому я перед собой ставлю вот такие картинки вот такие я ставлю море перед своими глазами я ставлю небо перед своими глазами распускающиеся растения букеты цветов пение птиц шелест волн и листвы все что даровал нам господь вот это все наше оно не будет ничего оно будет наше потому что это божье это для божьих людей а нечисть она может посмотреть увидеть но уйти в преисподнюю и уйдет и вот этого не будет это лишь малая часть райского наслаждения но и то не каждый может заметить это так что будьте верны во Богу всем сердцем скажите в своем сердце произносите Бог ты можешь рассчитывать на меня я произношу Бог ты можешь рассчитывать на меня ты можешь и я верю, что спасение не загорает. Каждый будет спасен. Каждый. Спасение не загорает. Будем верными воинами Божьими. Божьими, Божьими воинами. Бог любит верных. Бог любит мудрых. А нечисть и зло преисподне ожидают. Люблю вас. Пусть Бог благословит всех, кто меня сейчас слышит. Обильно во всех сферах жизни. Во всех. Пусть покроет помазанными ваших детей, ваших внуков, родных и любимых. Обильно. Люблю вас. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok